Друзья, всех приветствую! Вы на канале Гормонный рынок. Сразу напомню, что у нас грядет розыгрыш. Если кто смотрит, вот сегодня у нас 11.04, значит завтра я планирую уже сделать ролик. Розыгрыш номер 3 стартовал. А кто смотрит позже, тот может еще попасть на другие розыгрыши. Так что для этого подписывайтесь, ставьте лайки и следите за новостями. Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас вот этот вот интересный инструмент в тональности соль-мажор. То есть поясню, это гармонь. Гармонь в тональности соль-мажор. Доработана человеком, который любит это делать, экспериментировать с инструментами. Значит, четырехголосая, соль-диез-мажор, редкая тональность. Здесь у нас 32 клавиши. Это на 7 клавиш больше, чем у классической хромки. Вот. Ну и соответственно тут все у нас все 5 полутонов дополнительно. Причем они сделаны не здесь, как обычно. Ну, то есть и здесь тоже, но еще и продублированы здесь. Еще некоторые по два раза, то есть в разных октавах. Ну что, попробую рассказать. Давайте по порядку. В общем, разбираться будем вместе. По ходу. Значит, смотрите. Что у нас у стандартной хромки? У стандартной хромки у нас здесь диатонический ряд. Как бы она ни называлась хромка, но ряд диатонический. То есть без полутонов. Плюс полутона 3 штуки. Вот не считаем вот эту, вот эту я закрою. Вот здесь 3 штуки. У нас здесь. Давайте, знаете что, еще договоримся сразу, что в какой бы тональности гармонии ни была, я буду говорить и так, как пишутся ноты в седной гармонии в до мажоре. Так и я буду говорить. Вот у нас октава начинается отсюда. Возьмем ее, примем ее за до. До. До, ре, ми, фа, соль. Все. Соответственно, здесь у нас соль диез полутон. Здесь у нас фа диез и здесь ре диез. Вот эти 3 полутона. Не хватает двух. Ля диез и до диез. Поехали. Здесь они у нас. Вот здесь. Вот это вот у нас. Четвертая здесь. Ля диез. Она дублируется. Ля диез у нас здесь. Третья октава. А здесь ля диез дублируется. Она у нас четвертая октава. Итак. Соль диез. Давайте вернемся к ней. Соль диез у нас третья октава. И здесь она дублируется у нас четвертая октава. И еще она у нас в конце вот здесь дублируется Вот с этой Теперь, поехали дальше Фа диез Ну, фа диез она у нас, по-моему, здесь не дублируется Нет, фа диез не дублируется Фа диез и ре диез не дублируются Но у нас здесь Вот здесь две Это у нас до диез Это до диез третьей октавы А это до диез четвертой октавы И плюс еще до диез дублируется вот здесь Все, в общем, вот так вот они расположены Ну, а насчет практического применения Каждый, конечно, подумает для себя по-своему Вот Ну, а мне что первое в голову пришло? Я вспомнил, сколько у меня мелодий есть с полутонами Первое, конечно же, мурка Там используется два полутона Соль диез и ре диез Вот Ну, давайте попробуем по порядку И так и попробовать Конечно, пальцы мои к этому инструменту пока не привыкли Уверяю вас Два-три дня игры И вы привыкнете Кто заинтересуется этим инструментом Возьмет Кстати, уже такой попадался И человек играет И уже привык, доволен отлично Потому что полутона вот здесь Это необычно и удобно Более удобно, чем вот здесь Ну, попробуем Та же самая мурка Вот видите, соль диез я уже здесь взял Сюда не нужно тянуться Опять здесь Вот Дальше Что у нас дальше? Давайте попробуем В общем Я же вам говорил, что я еще Сам не разобрался Но в процессе можно И так И так Таких мелодий достаточно Есть Ну, если уж совсем глубоко И коснуться сложной мелодии Есть такая Песня про настоящего индейца Кстати, Макс Че Переходите на его канал У него хороший канал Хорошие разборы Хорошие упражнения Но он уже профессионал И поэтому он вот до этой песни добрался Разобрали вместе Со своим преподавателем Они эту песню И там в проигрыше Ну, и не только в проигрыше Она вся состоит из Аккордов В которых Много полутонов Вот Вот на этой гармонии Я Если Сейчас никто ее не заберет У меня Я как раз и попробую Эту песню По его разбору Сделать Потому как здесь Все присутствует У него гармонь 27 на 25 По-моему И у него все полутона Вот он их использует Вот Макс, привет Если смотришь случайно Вдруг Вот Так что Максу спасибо Вот Ну что Давайте попробуем Без полутонов Что-нибудь на ней Просто Поиграть Да Я по-моему не сказал Что это инструмент Четырехголосый Очень Мощный Очень Классный Так И Ну, звук Звук классный Да и в общем-то он классный Что-то еще Что-то еще Так Давайте классику вам покажу Чтобы вы звук оценили А, вспомнил что еще Несмотря на то Что он большого размера Он Говорю инструмент Она Давайте она Гармонь Это гармонь Большого размера На ней играть очень легко Так как Настроена Клавиатура очень мягкая И левая И правая Погнали Музыка 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 шикарно ну я думаю вы и сами это услышали вот ну что что еще сыграть я думаю в принципе и так понятно сейчас конечно из рук выпускать не хочется хочется еще играть давайте по классике опять же пробежимся а а а шикарный инструмент очень приятно в нем играть очень мягкие клавиши очень легко прям ну прям смотрите еще продолжим цыганка до цыганки конечно еще немножко надо дорасти нужно ее долго 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 тренироваться а я пока больше тренируюсь в настройке ремонте реставрации инструментов поэтому друзья всем спасибо за внимание подписывайтесь чтобы не пропускать новости новости по розы грушу новых новости по новым инструментом и так далее всем спасибо удачи